Жители по адресу Нгодинская, 4 борются за то, чтобы им заасфальтировали придомовую территорию. Эпопея длится вот уже как 10 лет, а ямы на дороге только увеличиваются в размерах. У нас нет асфальта, которого изначально, наверное, он был, но получился, что он уже пришел в негодность. И у нас по осени, когда выпадают осадки, получается, ложи остаются, и мы пройти не можем. Мы заходим на детскую площадку и все это обходим. Зимой у нас снег выпадет, если растает, то это все замерзнет, и мы начинаем скользить, падать, и все. Многоквартирный дом 68-го года постройки. Проблема с дорожным полотном, как рассказывают жильцы, образовалась с момента, когда дом решили газифицировать. Весь этот асфальт срыли, ямины кое-как засыпали, и больше к этому проезжей честь никто не обращался. В данном доме мы проживаем уже более 35 лет, точнее 37. За это время ни одна из организаций не соизволила не то, что убрать вот эти вот ямины, бугры, которые мешают проезду не только лично автотранспорта, но и метр персонала, скорая помощь, пожарный команд. Вот по этим шел, извините меня, яма, проехать невозможно. Как и пройти. Ольга Калмакова рассказывает, даже выбросить пакет с мусором здесь целая проблема. Идешь вечером, если не зажегся, например, фонарь над подъездом, мусор вынести невозможно, потому что боишься, идешь и на ощупь. Просто вот невозможно ходить по нашей дороге вот этой вот возле дома. Приходится обходить и по Ингодинской, и ходить хотя бы мусор выносить. Я в последнем подъезде живу, мне приходится через весь дом идти. Здесь стоят машины, постоянно жильцов наших, ну и не только жильцов, может быть и работники СИЗО ставят машины на Ингодинской, приходится нам здесь ставить. Ну а куда машины тоже ставить, тоже понять можно нас, жильцов, нам некуда больше. Местные жители обращались за помощью в различные инстанции, в частности в управляющую компанию «Лидер» и местную администрацию. Однако обещания – это все, чего удалось добиться. Более того, жильцы недоумевают, почему другие дворы входят в программу абсолютно без видимой на это надобности. Было асфальтирование, там стоит детская площадка. Асфальтирование было в 2018 году. Этот двор в 2022 году опять попадает в программу. А мы в 2022 году не попадаем, нам сказали ждите. Почему-то в этом году они опять выиграли типа грант на ремонт, на ремонт проезжей части в этом здании. Объясняют тем, что мы мало ходим по администрациям, мало объясняемся или делаем заявки на это. Неактивность проявляем. Ну как можем проявлять активность, когда мы неоднократно обращались в администрацию. И постоянно нам приходят все отказы. Как рассказывают жильцы НГОДИНСКО-4, им не нужна и новая детская площадка, которая также входит в программу «Тысяча дворов». Они готовы и дальше своими силами поддерживать старую, которую, к слову, сами же и возвели. Николай Инчук рассказывает, в соседях у него живет ветеран Великой Отечественной войны Антонина Петровна Фадеева. Вывезти из дома родственники ее не могут. По такой дороге ей точно не прогуляться. Есть сто лет будет уже был вывесен баннер к юбилею Победы нашей и с ее словами, то есть как она рассказывала про войну. Хотя бы ради изуважения к ветеранам войны просим вас посодействовать нам, чтобы нам в конце концов поправили этот двор. Мама моя ждала, 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 ждала. Вот тут же делают постоянный асфальт. Подходила к строителям, спрашивала, а когда вы у нас будете делать? На реализацию проекта «Тысяча дворов» региону было выделено 908 миллионов рублей. Программа реализуется на средства единой дальневосточной субсидии. В этом году придомовых площадок в край должно быть облагорожено более сотни. Опускать руки жители Ингодинска-4 не собираются. Готовы бороться с властями и дальше за маленький, но ровный клочок земли. Анжелика Понебрашина, Иван Дементьев, ЗАПТ-ТВ. Продолжение следует...